Здравствуйте, любители качественного звука! Хочется поговорить о музыке, но и рассказать вам о шикарном усилителе авторской работы Эдуарда Марилова, о модернизации этого усилителя. Но невозможно говорить о музыке и молчать о войне. Сегодня 27 февраля 2023 года, 369 день войны. Которая началась с 20-х чисел февраля 2014 года, развязанная Российской Федерацией против Украины. Война продолжается в 2009 год. Активная фаза войны началась 24 февраля 2022 года. С полномасштабной агрессией Российской Федерации на территорию Украины. С уничтожением городов, сел, людей, инфраструктуры. Откуда все это пошло и почему это появилось? Я название дам этому видео, как работает пропаганда Кремля и к чему она приводит. Вспоминаю свое детство. Советский Союз, беззаботное детство. Киев, школа шикарная в центре города. Но когда учитель по истории рассказывает загнивающий запад. Людям дышать на улицах нечем. Стоят автоматы с кислородом на улице. Люди платят деньги, подходят и дышат чистым кислородом. Ты уже достаточно серьезная личность. 8, 9, 10 класс. Сформировавшийся какое-то мировоззрение, взгляд, какие-то отношения детские. Ты начинаешь слышать какую-то информацию. С одной стороны от учителя, классного руководителя. Потом ты открываешь газету «Комсомольская правда» и читаешь оттуда. Загнивающий запад. Людей эксплуатируют до потери пульса. По 12-14 часов они бедные пашут. Ни продыху им нет, ни духу. Хорошо. Мозг записал информацию из «Комсомольской правды». Дальше. Проходит политинформация. Учитель по математике рассказывает. Дети, а вы знаете, что в Европе происходит? Так там же загнивающий запад. Там же жить невозможно. Там на людьми издеваются. Там забастовки. Там бьют магазины. Там так плохо жить. Там люди постоянно бастуют. Там постоянно все плохо. Людей, бастующих, разгоняют водометами. Там капец. Там постоянно забастовки. Там жить невозможно. Хоп, мозги запомнили. И начинается этот поток информации вранья, пропаганды. Спущенной, я понимаю откуда, с коммунистической партией Советского Союза. Это была в 1986 год, 1987 год. В активной фазе холодная война. Мерчи, загнивающий запад, капитализм и все прочее были в ходу. Эти нарративы продвигались через школы. В мозги вливались детям. Через политинформации на работе. Коллективы рабочие. По телевизору, в новостях. Каждый день показывали, какой запад плохой. Как он загнивает. Как там плохо жить. Как там дышать нечем. Как там эксплуатируют людей. И от всей этой потока информации. Через пару лет. К 10 классу. Замечаешь, что ты зомби. Ты никогда в жизни не захочешь поехать в какую-то другую страну. Посмотреть, как там жить. А зачем? Ты все знаешь. Ты все знаешь из средств массовой информации. От учителя. От одноклассников. Рассказав на уроке о том, что там загнивающий запад. И там дышать нечем. Тебе учитель ставит пятерку. И ты уверен полностью в своей правоте. Это действительно так. Там на западе очень плохо. Там загнивающий запад. И ты уверен в своей правоте. И ты сформировавшийся зомби. Поступаешь в институт. Идешь на работу. И ты готов к холодной войне. Ты никогда в жизни не захочешь поехать в любую другую страну мира. Потому что Советский Союз это знак качества жизни. Потому что ты просто не видел другую жизнь. Ты не знаешь, что все, что тебе вливали в мозги все это время, это вранье. Это брехня для того, чтобы очернить нормальные страны. Которые спокойно себе жили и не тужили. Ни с кем не планировали воевать. Но Советскому Союзу нужно было нагнетать обстановку. Создать врага. И объяснить, почему Советский Союз половину своего бюджета тратит на войну. На ядерные ракеты. На подводные лодки. На армию бешеных миллионных масштабов. На нападения в Афганистане и все прочее и тому подобное. И вот это сформировавшиеся зомби готовы пойти служить в армию. Готовы написать рапорт, чтобы участвовать в оккупации Приднестровья в 92-93 году. Где за 20 месяцев погибло от 360 до 915 человек. Готовы воевать, устраивать провокации в Абхазии, в которой возникла война в 92-93 году. Со стороны Абхазии было убито 2220 человек. Готовы участвовать в Чеченской войне в 94-96 год. Где погибло порядка 14 тысяч русских солдат. Вторая Чеченская война. 92-2009 год. За 10 лет погибло тоже порядка 14 тысяч человек русских солдат. 2008 год. Российско-грузинская война. Где за 6 дней погибло 170 русских солдат. С 2015 года по 2022 вторжение России в Сирию. Где погибло 450 российских солдат. А сколько сирийских мирных жителей было убито. И так далее и тому подобное. Готовые зомби, уверенные в своей правоте, готовы идти в российскую армию и убивать других людей. Мирных жителей. В Афганистане, в Грузии, в Чечне, в Сирии. Просто так убивать. И быть уверенными, что они поступают верно. Что они борются за справедливость. Хотя это совсем не так. В конце концов, 2014 год. Война в Украине. Развязанная Россией. Опять-таки все россияне уверены, что они правы на 100%. И это необходимо делать. Необходимо убивать украинцев. Развалился Советский Союз. Нормально стали жить страны, которые образовались. Причем мирно развалился. Беловежское соглашение было подписано. Были утверждены границы всех стран. Прописаны. Подписаны. Ельцин участвовал в подписании. От России. Подписал. Представлял Россию. Все соглашения о границах. О небзыблемости. О суверенитете всех образовавшихся стран. О защите друг друга. И военной помощи. Но Россия, начиная с 2007 года. С того момента, когда Путину в голову стрельнула идея. Что оказывается Советский Союз распался необоснованно. Его накрыло маразматической идеей. Создать очередной раз империю. И ее возглавить. Большими людьми правишь. Больше зарабатываешь. Дворцов мало ему. И всего прочего. Началось все с убийства русских граждан. Взрывы домов в России. Войны всевозможные. Против других народов. Захват власти. Насаждение своей политической воли другим странам. И так далее. Лишение суверенитета в других странах. И подходит дело к Украине. Украине. Вот. Как это все получается. Плохо. То есть пропаганда. С 2007 года. По средствам массовой информации. В России начинается пропаганда против Украины. Выдуманные истории. Кто не скачет тот москаль. Геи голубые. Украину накрывают просто-напросто. Фашизм просто застилает Украину. Мой сокурсник. И не один. Но сестра родная во Владивостоке. Сокурсник в Хабаровске. Звонят перепуганные мне. Вот начиная лет пять назад. Женя. Да что же там у вас происходит. Да елки-палки. Ты же посмотри. Ты выйди на улицу. У вас там фашизм по улицам гуляет. Я им рассказываю. Друзья. Вы сбрендели. Нету никакого фашизма. Нет-нет-нет. Вас голубые там захватили. У вас папа-мама. Одна семья. Там друг друга куда хотят. Детей воспитывают неправильно. Ты же посмотри. Что там у вас творится. Выйдешь разберись с этим вопросом. Я ему объясняю. Ну откуда вы взяли этот бред. Нет Женя. Ты не понимаешь. У вас там вот такое творится. Хотя. Мой сокурсник. Тех же шесть лет назад и ранее. Обращался ко мне за помощью. Женя. Помоги. Я вот тут борюсь за дорогу, которую разбили лесовозы с партии Едино-России. Единая Россия. Мы не можем проехать со своего поселка в Хабаров за хлебом. За медицинской помощью. Люди умирают от аппендицита в поселке. Мне позвонили с КГБ в 3 часа ночи. Потому что в Москве уже расцвело. И занялись этим вопросом. И начали задавать. Допрос вести по телефону. И вот если меня не станет на этой планете. Пожалуйста распространи информацию в интернете. Что у нас тут в России происходит. Это взгляд человека нормального и адекватного был. Который был 6 лет и ранее. Но после этого у него съехала голова. Ему не нужны проблемы в России. Ему не нужны дороги разбитые. По которым не могут отвезти скорую и хлеб привезти в поселок. Человеку показать помощь. Ему нужна Украина. У него в голове не выходит Украина. Покрытая геями. Фашистами. Оскорблением. Мы ненавидим Россию. И понеслась пропаганда. Со всех сторон. Они слышат из средств массовой информации. Со 100 источников. Пропаганду о том. Что Украина такая-сякая. И как они могут думать о себе. У них бессонница. Когда так плохо в Украине. Ее надо срочно спасать. А потом нарративы, что хохлы. Такие-сякие. Они все фашисты. Они все бендеры. Надо их всех уничтожать. Прививают на протяжении десятка лет. Взгляд, что там фашисты. Там гомосексуалисты. Их надо уничтожить. И это они считают абсолютной истинной правдой. Когда это сыпется информация со всех сторон. Со всех газет. Со всех телевизоров. Радио. Народ уже об этом говорит. Весь обсасывает все факты. Как на Украине. Плохо. На Украине. По их нему происходит. Хотя в Украине всю жизнь было. И будет. Вот такая пропаганда прополаскивает им мозги. Делает из нормальных людей зомби. То есть, тем зомби, которым я был в детстве во время Советского Союза. Зомби Советского Союза. Подготовленный для ведения холодной войны. Готов идти на завод. Производить снаряды, ракеты. Дежурить на красных кнопках. С готовностью запустить ядерную ракету. И уничтожить загнивающий Запад. Точно так же в России за 20 лет воспиталось общество. Готовое идти и уничтожать. Фашизм в Украине, которого и по мини нет. Нет ни фашизма, ни гомосексуалистов. Я объяснял сестре. Говорю, да нет у нас гомосексуалистов. Их не больше. А скорее всего раз в 10 меньше, чем в России. Чем у вас там по городам ходят эти голубые и устраивают марафеты. Ну, вот такое. Значит, 23 февраля этого года, 2023. Генеральная ассамблея ООН. Проголосовала за постановление о выводе России войск с территории Украины и прекращении войны. Обязать Россию. Проголосовала из 180 стран 141 страна. 32 воздержалась. 7 против. 3% с небольшим. За войну 17% воздержались. И 78% против войны из-за вывод войск России. О чем это говорит? Что весь мир, понимая, что происходит, против войны. И обязывает Россию вывести войска. Но в России все убеждены, что они правы. Они правы. Они хотят продолжать войну. Они хотят убивать украинцев. Уничтожать Украину, инфраструктуру. Продолжать эту непонятную войну, развязанную Путиным конкретно и его кликой. Хотят продолжать бесчинство, кровь, кровопролитие, смерть и несчастье. Я под своим видео размещу ссылочку. Вчера посмотрел фильм «Мариуполь. Неутраченная надежда». Насколько я уже в эту войну посмотрел горе и несчастье личными глазами своими увидел. Смерть и все прочее. И насколько я смог только этот фильм до 20 минуты досмотреть. Это сколько ж горя увидела эта женщина, которая на своих руках держала сына, который истекал кровью и умирал. И она настолько мужественно это рассказывала. У меня просто наворачивались слезы. Я рыдал. Я реально рыдал. Что происходит на планете Земля? Вместо того, чтобы жить, процветать, думать о прогрессе, о развитии человечества, запускать космические корабли, и бороздить космические просторы. Россия своей пропагандой, кремлевской, путинской пропагандой, прополоскала мозги 140 миллионам россиян, развязала войну кровавую и не собирается ее заканчивать. Но слава Богу, весь мир понимает, что происходит, оказывает нам помощь безмерную, безграничную. Спасибо огромное всему миру за поддержку, за уничтожение фашизма. И, я думаю, скоро рухнет путинский фашистский режим. Скорее всего распадется эта имперская держава. Путин сам вчера сказал, что распадется и такой бред несет. Но нормальный россиянин, которых там 1-2% не поддавшейся пропаганде, будет смеяться. Современная Россия и современное руководство оказались для Запада врагами. Что же мы тогда должны сделать, чтобы с ними поладить? Какими мы должны быть? Нас что ждет вечная конфронтация? У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут в нас, в так называемую семью цивилизованных народов. Но только отдельно. Понимаете? Каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить по свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьба очень многих народов в России, и прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Ну, это же все в планах было, эти планы, они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из соображений партнерских не говорить об этом. Но это все есть, это все написано на бумажке. Вот такая история. Что делает пропаганда с мозгами? Она зомбирует людей полным ходом. Когда приходят повестки, они смело идут, у них даже не возникает вопроса, а надо ли это. Когда он слышал на протяжении 20 лет, что в Украине фашизм, он идет с ним бороться. Но попадая сюда, до них до мгновенно всех доходит, что нет фашизма в Украине. Что они уничтожают мирных людей, разрушают их дома, убивают мирных, расстреливают, пытают, связывают руки в затылок, расстреливают людей. Сотни тысяч таких могил выкопано. Все преступления доказаны. И продолжается собираться доказательная база. Все, кто виноват в этом, будут наказаны. Я никому не желаю зла. Моя позиция и возраст давно меня убедили, что каждый человек получит по заслугам. Не надо ему желать зла. То есть, он одумается, если... Молодец, спасибо, что он нашел себе смелость посмотреть в интернете альтернативную информацию, получить другие источники и задуматься над тем, что происходит. Возможно, неправда говорится по телевизору. И нет никакого фашизма и гей-парадов в Украине не происходит. Нету. Нету никаких ненависти к России. Ничего. Может быть, дойдет до россиян. Наконец-то. Я своим видео пытаюсь спасти жизни украинцев, которые защищают нашу родину. Возможно, до какого-то зомби российского дойдет, что не стоит призываться в военкомате и уничтожать эти соседние государства. Я желаю скорейшей победы Украине в этой жесточайшей войне с Россией. Желаю мира и добра. Спасибо. До свидания.